Добрый день! Мы продолжаем отвечать на Ваши вопросы на библейском портале Экзегет. Вы спрашиваете, надо ли доверять интуиции? Для этого надо, во-первых, разобраться, что такое интуиция. Мы с Вами знаем, что человек трехсоставен. Он состоит из духа, души и тела. Есть вещи духовные, есть вещи душевные, есть вещи телесные. Интуиция – это душевная вещь, а не духовная. И она живет где-то вместе с творческими началами человека, вдохновением, неким озарением, с тем, что люди считают любовью, как влечение друг к другу, с дружбой, с привязанностью. То есть, со всем тем, что нельзя потрогать. И в этом смысле доверять интуиции абсолютно, конечно, не точно, потому что доверять можно только духовным вещам. И то, если ты духовен, как замечательно говорит апостол Павел, что вот духовный он судит обо всем, а о нем судить никто не может, потому что кто же может войти в его состояние духа, правда? Вот. Вся школа святоотеческой мысли говорит нам, что доверять себе ни в коем случае нельзя. Вот. Все опытные духовники, с которыми я сталкивался, никогда не доверяли своему чувству и всегда имели советчика в виде духовного отца или духовного собрата или кого-то, у которого они могли бы послушаться, послушаться кого-то, да, со стороны, чтобы иметь взгляд со стороны на то решение проблемы, которое предлагал им их разум или интуиция или, может быть, даже какое-то духовное чувство. Вот. Поэтому мудрость настоящая, она всегда во многом совете. Вот. И прекрасно быть озаряемым неким интуитивным чувством. Вот. Но в наше время при фантастическом прогрессе, да, в использовании человека различными, как это называется, технологиями, да, от лингвистического программирования до примитивных рекламных средств, доверять своему чувству и своей интуиции, точно, совершенно надо очень-очень осторожно. Вот. А лучше нет, лучше перепроверить, да. Ну, еще раз говорю, что это не касается душевного пласта художников, творцов, потому что часто, как говорила Ахматова, если бы вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда. Часто вот эти вот интуитивные вещи для тех, кто занимается творчеством, они прекрасны. И дай вам Бог, лишь бы только картину, которую вы нарисовали, или стихотворение, которое вы написали, потом бы дать кому-то прочитать перед тем, как публиковать его сразу в интернете, чтобы не опозориться со всей своей интуицией и со всем своим творческим вдохновением, которое, к сожалению, в большинстве случаев, это надо признать с духовной точки зрения, приходит к нам с левой стороны. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.